Перевернутый УАЗ, смятая Лада и поврежденный грузовик Митсубиси. Причиной аварии стал неуправляемый трамвай. По предварительной версии у трамвая отказали тормоза. Почти 40-тонный состав помчался под уклон. На перекрестке протаранил три автомобиля. После столкновения состав проехал еще почти 200 метров. Вагоновожатая пыталась применить экстренное торможение, но тяжелый состав скользил по мокрым рельсам, набирая скорость, говорят очевидцы. Первой под удар попала Лада 13 модели. Ее водитель Сергей Новиков даже понять ничего не успел. Вот секунду назад налево смотрел, не было никого. И трамвай на высокой скорости, и вот снесся. Немного напугался, и начальника вез к собой в больницу, повезли на скорой. После столкновения с Ладой трамвай смял еще две машины. От удара УАЗ опрокинулся на бок. Во время падения в автомобиле открылась пассажирская дверь. Женщина-пассажирка выпала из машины, УАЗ придавил ее. Женщина погибла на месте. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение. По какой причине у трамвая отказали тормоза и кто выпустил на маршрут неисправный состав, будет разбираться специальная комиссия. В дальнейшем следствии будет устанавливаться причины истины, подчеркивая со слов водителя, пока это отказ тормозной системы. Конечно же будут рассматриваться все вопросы. Вы все же помните, такой факт в Самаре уже был. С тяжкими последствиями, поэтому это надо особо обратить внимание на подвижной электросостав. Похожий случай произошел в октябре 2006 года. Тогда у трамвая седьмого маршрута отказали тормоза. На повороте снова в вокзальной на Ставропольскую. Вагон на высокой скорости сошел с рельсов и врезался в пассажирскую остановку. Три человека погибли, семерых доставили в больницы города. Алексей Кнор, Владислав Манин, ГИС, События.